Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об Эриче, легендарный герой, который бесплатно выдается всем игрокам за прохождение сюжета. Эриче это у нас дамагер дикости, давайте ознакомимся с его умениями, хоть я уверен, что все знают, но тем не менее. Дамы и господа, только в мистери шоп до 30 декабря вы можете поучаствовать в розыгрыше и получить шанс выиграть один из трех новогодних наборов на целых 7 тысяч кристаллов. А это между прочим 20 легендарных круточек, переходите по ссылке в описании, участвуйте и выигрывайте. Положительные отзывы, быстрая и удобная оплата, практически любые предложения по пакам и кристаллам в игре. Как начать пользоваться? Переходим по ссылке под данным видеороликом, здесь последнее закрепленное сообщение, вот для покупок. Нажимаем, в правом верхнем углу нажимаем старт, здесь нам надо выбрать игру, выбираем драгон хейр и тут у нас три кнопочки, можно купить валюту, можно приобрести подписку и можно взять внутри игровые наборы. Нужен например батл пасс, это у нас выбор путника, выбираем и здесь все оплачиваем. Мистери Шоп, ссылка в описании. Увеличивает пассивка вероятность успеха дикости героя на 5% каждый раз, когда союзник успешно проходит проверку дикости. До 14 раз это стакается и как раз получается 70% успеху дикости, потому что базовый шанс 30%, то есть Терич гарантированно всегда будет использовать дикость, тем самым повышая на 20% урон от своих навыков. И когда он проходит проверку дикости, его навыки дополнительно наносят 70% урона от атаки. То есть тут нам как бы уже намекают, что Эричу нужны союзники дикости, которые будут стакать ему эту пассивку. К сожалению трудно отследить, стакает ли сам Эрич себе эту пассивку своими же навыками, если его дикость срабатывает. Поскольку никакого визуального счетчика этого бонуса нет. Но если взять допустим ту же тональнан из дикости в ее случае, счетчик есть и она сама себе своей же дикостью стакает пассивку. Поэтому скорее всего и сам Эрич на это способен. Боевой навык как раз таки может сработать с дикостью, 9 клеток наносят массовый урон 300%, но если в зоне действия один противник, то урон увеличивается на 50%. И абсолютный навык, запускает 5 метеоров, по 150% атаки наносит, случайным врагам в радиусе. Но опять же, если противник один, то все 5 метеоров прилетят в него. Герой типа массовый дамагер, но на самом деле он больше соло-таргетный. По крайней мере на соло-таргете он работает лучше. Основные статы как дамагера у Эрича это атака, крит удар, крит урон. Еще ускорение навыков сильно ему помогает. Точность, сопротивление, ненужные параметры как для дамагера. Просвещенность ему не нужна, никакого дополнительного урона у него нет. Касательно того, заливать ли его свитками, если вам нравится этот герой, если у вас хорошая пачка дикости и вы хотите, чтобы он больше наносил урон, в принципе можно это сделать. Но я допустим, как правило, люблю для заливки свитков убирать героев, которые больше в этом нуждаются, чем просто повышать урон и скорость перезарядки. А у Эрича здесь больше ничего интересного такого нету, никаких повышений шансов, ничего. Эрич, как я уже сказал, неплохо подходит для пачки дикости, но лично я его, честно говоря, не очень-то жалую, хоть и вынужден использовать его под флору. Но это, скажем так, просто из-за специфики флоры, Эрич там вообще ни при чем. Я, конечно, понимаю, что много разных людей, много разных мнений, но Эрич не является каким-то суперкрутым дамагером, каким должна быть Лего. Даже его пассивка на самом деле выглядит довольно посредственно для легендарного героя, ну и понятное дело, это бесплатный все-таки герой. У той же Этанальнан эпической пассивка намного интереснее и профитнее. Теперь, что касается сетов, во что одевать Эрича. Сет сердца азартного игрока, когда владелец наносит урон, шансом в 30% можно нанести истинный урон. В принципе, под абсолютно навык Эричу это подходит, потому что чем больше ударов, тем больше шанс стригерить этот истинный урон. У Эрича в ульте 5 ударов, поэтому можно взять этот сет. Второй сет вдохновения изобретателя, но в первом сезоне этого сета нету. Вместо него идет сет, по-моему, который игнорирует часть брони. 15% или как-то так. Ну, в теории тоже можно использовать, потому что сет универсальный. В принципе, любому дамагеру подходит. Ну и если мы говорим про второй сезон, то, соответственно, вдохновение изобретателя тоже подходит. Далее сет проклятия бездны. Конкретно за этот сет скажу, что Эричу не подходит. Игнор 20% вражеской защиты для дополнительного урона. Это фигня полная, потому что у Эричи никакого дополнительного урона нет. Именно самой механики. Ну а в первом сезоне здесь аналог, который увеличивает урон абсолютного навыка на 30% после того, как он перезарядится в течение 10 секунд. А вот в случае с первым сезоном сет хороший. 30% урона ульты очень часто ставят практически на любых дамагеров. Несмотря на то, что там допом идет еще и просвещенность. Ну и четвертый дамажный сет, который во втором сезоне нужен для пробития танка, по сути. А в первом сезоне там герой начинает восстанавливать здоровье в определенном проценте от атаки. Сет тролли или как он там называется. Вот конкретно его для Эрича я не рекомендую. Да, это какой-никакой отхил, это же участь. Но базовая скорость атаки Эрича 2,5 секунды. Это самый долгий показатель анимации, пожалуй. Поэтому будет хилиться очень медленно, да и больше никакого профита он не получает с этих стандартных атак. Поэтому смысла нет. Остальные сеты даже не вижу смысла затрагивать. Хотя кто-то возможно в первом сезоне оставит еще сет трех ушей Эричу. Чтобы он увеличивал бонус к атаке на 15% всей команде. Ну и в случае если вы Эрича допустим используете для разлома брони. Как и я например. С останками ведьмы или короной нечистого. Поскольку 5 ударов в абсолютном навыке положительно влияют на такого рода эффекты. Так как они накладываются не со стопроцентным шансом. Теперь давайте посмотрим оценки героя. Сражение в приключении 4,6. Ну в принципе да, для побегушек он вполне себе подходит. Даже во втором сезоне. Так как я его вкачал в команду под флору, чтобы нормально бить КБ. Владение льда 4,9. И в первом и во втором сезоне можно его сюда ставить. Тут он не получает никаких штрафов. Ядовитая могила 4,9. Ну на гарпию можно взять как дамагера. Почему бы и нет. Воронка времени у него пятерка. Ну по крайней мере в первом сезоне очень сильно заходит команда дикости. Я бы сказал это даже мета для первого сезона. Самая распространенная. Во втором сезоне конечно уже немножко все меняется. Из-за того что связки стихи и другие. Но с другими дикостями в первом сезоне вполне себе зайдет. Какой нибудь Тональнан. РФ, Недэй и прочими дикостями. Нормальными которые играются. Владение бури 4,8. Зайдет как дамагер. На излучине феем тоже может пригодиться. Проклятая могила пойдет. Гнилая тоже пойдет. И на феникса он зайдет. Древнее поле битвы. Повышение шанса на успех дикости Эрича. Не считается каким-то активным бафом. Который может этот босс украсть. Поэтому Эрич сюда может зайти. Логово гоблина в 4,8. Ну я бы не сказал на самом деле. Я бы ему поменьше поставил оценку. Потому что массовый дамагер из него такой себе. Ну боевой навык неплохо. Да, дамажит всех в зоне. Вот абсолютка. Он как бы 5 шаров прокидывает. И то не во все цели это может улететь. Может все улететь в одну. Как решит рандом. Столб испытаний. Где-то может зайти. Для арены у него четверка. Согласен. На арене Эрич плох. Я бы вообще не рекомендовал его туда ставить. Ну и владение пламени у него здесь единица. Само собой он получает огромные штрафы. То есть не дамажит. Еще и дохнет. И в первом и во втором сезоне. Не стоит его туда вообще совать. В целом хочу сказать, что Эрич средненький герой. Такая чисто боевая лошадка рабочая. Хотя бы с еще одним персонажем дикости. Как минимум тональнан может зайти. Если у вас вообще нету персонажей дикости нормальных. А только Эрич. То смысла в нем вообще никакого нет. Он по сути по урону будет примерно как главный герой. Ну и как я уже сказал. Меня не устраивает лично его пассивка. Это не выглядит как пассивка легендарного героя. Кто бы что не говорил. Но тем не менее. Как бесплатный. Чисто за сюжетку пойдет. Ну а на этом у меня в принципе все. Надеюсь новичкам данный видеоролик был полезен. Всем спасибо за просмотр. До встречи.